Ахмед Агай, я хотел с вами сейчас немножечко уже о внутренней ситуации в республике поговорить. Я знаю, что вы не очень любите обсуждать Кадырова, но, увы, горячая тема. Лидер Чечны, мафиозный лидер Чечны Рамзан Кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения бывшего вице-премьера республики Эльхана Сулейманова. Об этом сообщает издание ВЧК ОГПУ со ссылкой на источники. Сразу несколько собеседников проекта, знакомых с ситуацией, рассказали, что когда резко и нежидно у Кадырова началось ухудшаться состояние здоровья, окружение начало уверять его, что он стал жертвой отравления. И такой же версией придется сам Кадыров, а свой гнев он направил именно на этого Сулейманова. По словам источника, Сулейманов лично делал некоторые инъекции Кадырова, и тот решил, что именно с ними связано его ухудшение здоровья. В результате сразу в октябре 22-го года он был снят с должности вице-премьера, и с тех пор его никто не видел. Ну вот, сообщают даже, что Сулейманова вообще нет в живых, и умер он мучительной смертью. То есть, ну, Ахмедага, ваша версия произошедшего, знаете ли вы, кто такой Сулейманов, и могла ли быть у него какая-то мотивация внутренняя или внешняя, вот таким образом убить Кадырова? Верите ли вы вообще в эту попытку расправы с чеченским боссом? Питер, у меня нет версии, у меня есть неопровержимый факт. Еще в 22-м году, как только это произошло, после течения месяца, Генеральной прокуратуры Чеченской республики Ичкерия, исполняющей обязанности Эмрама Багашова, было возбуждено уголовное дело по поводу исчезновения Сулейманова. Это бывший министр здравоохранения. Он был личным врачом Кадырова. В принципе, из Москвы его лично Кадыров привез, и назначил на пост министра здравоохранения, но он являлся личным врачом Кадырова и кадыровской семьи. И все, что было связано с его здоровьем, естественно, контролировалось этим человеком. И когда внезапно его эта болезнь осложнилась, обострилась, проведя определенные консультации, ему предложили, вернее, он, врач Сулейманов, предложил сделать какую-то инерцию. Но при этом он сказал, когда кадыровцы начали наставить, он сказал, что я не отвечаю за побочный эффект. Может быть, все нормально, а может быть, очень нехорошее развитие, и может быть, побочный эффект. Но в любом случае, они считают, что Кадыров находится в критическом состоянии, сделали эту инъекцию. И да, это дал негативный результат. Он имел побочный эффект. Он начал задыхаться, Кадыров начал задыхаться. Вот это нюансы, которые установлены проведением оперативных или предварительного расследования по факту убийства Сулейманова. Дело в том, что его окружение, Кадыров был не в состоянии отдавать какие-либо приказы, но его ближайшее окружение, уверены в том, что он причастен к смерти, возможной смерти Кадырова, они его решили таким образом наказать. Была совершена страшная казнь, они его живым закопали. Так как Кадыров задыхался, и они, поговаривая, так же будешь задыхаться, как наш Патчах и ты, и живым его закопали. И, естественно, они строго-настрого запретили родственникам говорить об этом. Это, в принципе, старая информация, это уже несколько месяцев, 5-6 месяцев точно прошло после всего этого. И, видимо, эта информация выше. Мы об этом говорили и раньше, то есть мы информировали о его исчезновении и о его гибели. То есть он был казнен именно кадыровцами и кадыровским окружением. Вау, ну да, это действительно очень серьезно. А, кстати, очень коротко, вот тогда что, в чем была ситуация со здоровьем Кадырова, что его калории и инъекциями? Есть информация о том, что угрожало его жизни в тот момент? У него на самом деле побочные эффекты связаны с вот этими успокоительными, которые он пил на протяжении практически 15 лет. И главное дело в том, что вот сам этот его врач, он ему прописал их в одно время, но, естественно, то количество и то, как он их употреблял, уже врач не мог контролировать. И это дало абсолютно какой-то побочный эффект. И вот якобы была инъекция сделана для того, чтобы выправить вот эту ситуацию. Осложнение или побочный эффект от этих наркотических средств, который Кадыров употреблял в течение 10 лет, более 10 лет.